Еще один короткий репортаж. Я хочу объяснить вам, для чего вы мне нужны. Те, кто посмотрит, 1 из 199, это уже точно не наши люди. Даже кто увидит, сейчас поймете почему, объясняю. Вот смотрите, видите, вот этому вот овощу год дичку подвою и год прививки. Всего ему два года, а прививки всего год. Вот я не буду долго бегать, вот еще один такой. Приближаю. Дело в том, что ничего не вижу, я на экране все блестит, отражает. Вот еще. Подальше еще. И дело в том, что это ваши реальные возможности, друзья мои. А вот сюда посмотрите. Дело в том, на что я надеюсь, что каждый из вас станет центром. Вот я в щелочку показываю. Вот вы думаете, случайно у моих соседей вот эти абрикосы. Смотрите сюда. Вот это моя ограда. Красиво, нет? Представляете, вот эта вот красота, а ведь он был белый всегда. И вдруг порозовел. А, интересно, что ж тут такое будет? А в чем его секрет? Потом расскажу. Супер секрет. А вот, ладно, войлочная вишня, это сказать, не герой сегодняшнего романа. И про нее будет много рассказываться. Пойдемте. Пойдемте. Вот, для того, чтобы заглянуть с соседем, нам надо с вами пошариться по моему саду, пройти его насквозь. Вот и будем ходить насквозь. Пока только абрикосы плодоносят, ой, плодоносят, цветут. Еще раз полюбуемся. А знаете, почему я говорю, еще раз полюбуемся? Через два дня обещают. Минус 4, минус 4, минус 3. Ну, а дальше, сами понимаете, дальше в метеорологии обычно ошибается. Вот это нас ждет. Ну, вот так вот выглядит. Они еще не до конца расцвели, но все-таки почти середина цветения. Через два дня будет в самую середину, будет заморозок. Опять экзамен сдавать. Вот эти вот мои. Вон, патриарх. 32 года ему. Его-то минус 4-то не убьет. Для чего я вам показываю попутно? А вот соседский участок. Откуда этот абрикос? А вот субботина выменял у самой Байкова и Галины Николаевны, суперспециалиста. А куда было посадить? Некуда. Соседки посадил. А он еще один за ней. Это мой сын, вот это манджурца. А потом ему много дикоин расскажу. А вот это все такое. А он здесь сидит лет 15-18. Не растет в тени. Первый раз зацвел. Первый раз. Но главное не умер. А ведь он-то привезен в деревню Змеевка, Херсонская область. А это на нем, на его родителе плоды висели. Такие, что в банку не все влазили. Это не шутки. Вот. Соседу. Вот. А вот еще абрикос соседа. А вон дали абрикос соседа. А вон еще абрикоснее. Видели? Думаете, это все? К чему я причастен? Нет. Не все. Я хочу еще раз подчеркнуть. Центр. От него во все стороны должны идти стрелочки. Вот. Живительные русики. Потому что центр это вот примерно как вот это мое. Вот это мое. Вот. Ой, я прошел. Эх. Нет, ничего не пропущу. Отсюда увидим. А вон абрикосы моего соседа. Вон они. Надеюсь, видите, да? На первом плане белое это было. Видишь, там дали абрикосы. Не хочу возвращаться. Там их три штуки. Теперь идем дальше. Посмотрите, какие попадаются. Все еще белое есть. Но откуда розовые взялись? Вот. Кстати, это. Я не говорю, что все. Но как они душу греют, эти розовые. Какие они красивые. Вот. Вон он, розовенький молодняк. У Food.